Денис, а давай как раз тебя начну. Только что у нас большое событие произошло. Футбольный клуб Казанка. Это не просто вторая команда для локомотива, это вообще новый клуб в стране. Это же большое событие. Я бы все-таки в этой ситуации говорил о Сирии. Ну потому что, конечно, я болею за липцигами талантами, потому что я тоже не отодорожаю. Но теперь у меня в Москве появилась команда, за которую надо допить Казанка, еще в Казанском вокзале. Презентация, это роскошный бой. Для меня это было личное персональное событие. Я тоже вас поздравляю. Это вообще событие. И вас, всех нас, взаимно. Вообще, правильно, что надо поздравить вообще всех причастных к футболу, потому что футболе в российском может где-то момент на проблему, а появился новый клуб, новое место для этого. Ну давайте поздравим, когда будут определенные результаты. А, кстати, какая главная задача? Спасибо. Вот, перехвата. Я профессионально выкрали. Мне может быть, неэтично было. Спасибо. Удачи, вы играете свою зону. То есть, рейс не подгонят, а подгонят, а подгонят. Нет, параллельно, параллельно. Нет, я думаю, что ребята справятся. Вообще, правильно первого сезона ставить задачу, или пока непонятно, как вот наши ребята будут с этими мужиками из второго дивизиона смотреться? Ну я думаю, что мужики, или там, расскажите вообще о дивизионе. Ну конечно, там уже взрослые люди играют, поэтому каждая свою задачу решает. Я думаю, что ничего страшного. Я еще раз говорю, что для нас это хороший опыт, поэтому надо обязательно не пойти. Руб, задачу можно ставить на сезон? Нет, я еще. Ну выход, в смысле, уже в МНЛ. Да, да, да. Можно. Уверен. Ну там вроде типа по лопать уже. Я на сцене, на сценах уверен. А сам именно в этом. Так, все, люди нафоткались с Димой Сычевым. Дима с возвращением. Это действительно большое событие. Вначале Семин вернулся, потом Ласько вернулся. Теперь никто уже не думал, вернулся Сычевым. Наши же болельщики даже успокоились. Помнишь, в долгие годы писали Сычевым, Сычевым верили. Сейчас мы получили другим. Ты сам уже верил, что когда-нибудь действительно будешь снова связан с локомотивом, как игрок? Ну, меня в душу, конечно, верил, но реальность показывала, что это маловероятно. И, знаете, это, наверное, сошлись какие-то силы поискать в космосе. И я согласен. Ну, то есть это мысли всех людей, желания тех, кто близко, которые переживали за возвращение. И оно случилось. Сычев, а через эту легенду вернула? Как у вас следующие? Вообще-то. На этом последний день. Хороший вопрос. Я постоянно думаю об этом. Кто еще у нас угадал? Кого бы еще раз найти. Нет, Дмитрий, на самом деле, вы знаете, он продолжил играть немножко другие, правда, виды спорта чуть-чуть. Технике идем. Есть еще, есть космония, наверное, но вы же знаете, что это надо ребятам. Люди обратили внимание на твою замечательную форму. Я тебе еще добавлю из-под зрения, что ты просто не в футбол сейчас играешь, а в качалке живешь. Нет, вы, кстати, зря думаете. Я в идеальной форме, потому что я все это время тренируюсь в футбол. Просто я не на виду был, поэтому важно, наверное, было настолько удивительно на меня. Скорее, а твои футболицы? Это ничего, поверьте, в контексте, как бы, моего веса и игрового, это вообще... Потому что, да, мне не расслаблялся ни минуту все это время, пока не был в локомотиве. И там единственная целью была у меня вернуться в локомотив, работая полностью, полностью с собой. и улучшая очень многие элементы, в том числе и физическое состояние. В общем, я смотрю, спорт на своей жизни не надо с ним не уходить. Нет, нет. Ну, это как... Вы же понимаете, это... Как смысл жизни есть нахуй, очень здоровым. И... Удачно было бы, что на тревогском состоянии. Великолепный форвард. Что еще вы сказали? Рыбник, с учебом какой? С учебом это легенда. Каково тебе с ребятами, намного младше тебя? Чувствуешь неуютно или наоборот, какой-то толк ощущаешь? Пока новые впечатления, я еще, честно говоря, не понял. Я думаю, в процессе тренировок, в процессе игры... Это же такой тонкий механизм взаимоотношения в команде. Я думаю, мы поймем в течение пару, тройку, недель. Тогда можно будет делиться уже впечатлением. С тренерским штабом то же самое нагло? Нет, тренерский штаб я давно знаю, поэтому мне намного проще и он длится в том, что все требования знаю и как людей их знаю, поэтому профессионалы с высшей точки. Можно говорить, что ты как играющий тренер? Ну, я не знаю. Сам хотел бы, или даже? Ну, не совсем. Тренер это все-таки тренер. Есть четкая градация. Либо ты тренер, либо ты игрок. Если в тебе еще есть... Если в тебя есть мысли о тренере, значит, ты уже не игрок, поэтому... Ну, я только игрок. Можно говорить, что как тренерский штаб будешь? Или будешь играющим тренером? Ну, это не может зависеть. Погоди карьеру игрока, и карьеру тренера иногда связаны, так да нет. Почти не взрывает. Кажется, что это такой общий путь. Но игроков на тренере. Кажется, что такая... Как по хрустам воронок, помните, я не будущий, но потенциальный. Так что, почему же нет? Ну, он, кстати, в хорошей форме. Йоу. Здорово. Привет. Как ты? Я потихоньку. Данико, меня не видели, да? Что-то и Столик от этого киперфутбола сейчас заговорят. Я думаю, что это, на самом деле, очень крутой проект, потому что, ну, вот такая молодая команда, которая, ну, из которой будем черпать в основной, я все-таки надеюсь, это огромный шанс для молодых ребят соревноваться уже с взрослыми футболистами. Пускай там ниже уровнем, но это все равно будет быстрее развиваться, нежели, если бы они в дубле против дубля играли, против съездников. Это огромный шанс для ребят, я надеюсь, что ребят им воспользуются, и мы скоро увидим их в основной команде или в сборной России вообще. Приятного? Спасибо. Приятного? Спасибо. Приятного? Спасибо. Типа все, съестил к основе, да, теперь? Я не ел просто, что? Понятно. Ладно, ты засвездился, понятно. Да, да. Ребят, попроще. Имей, что доказывать. Пошла. Так, ну что? А? У меня берут интервью, так. Ты рад, что Казанка? Я очень рад, что Казанка. Я тоже. Тоже? Да. А что ты знаешь о Казанке? Казанке, что это первое название локомотива. А в каком году появилась Казанка? По-здорому. Вообще, это круто, что вернулись тоже наши воспитанники других годов. Вот это какая-то вертикальная академия, кто-то постарше. Это хорошо? Конечно. Более опытные игроки в команде, как бы еще и по второй лиге, они, конечно, нужны. Вторая лига, это такое мужское месиво? Да, конечно. Там только так. Будешь доказывать? Конечно. Естественно. Будешь доказывать? Естественно, естественно. Это по-любому. Да, они в поле всегда прекрасно прыгнулись на сборах. Правда, у тебя там разговаривают. Ну, я, кажется, там кто-то путин. Я вот сейчас скомментировал мероприятие, и мне все писали, кандидат Розанке неисползил, там, в системе из ведущей. И я не закончил мысль, я у вас прошу. Вот мне кажется, что это круто. Играть не за Локомотив 2, я по смыслу это Локомотив 2, да? А играть за Казанку, потому что это какой-то новый проект, новый логотип, новая команда. Это с исторической точки зрения что-то более важное. Мы это понимаем? Я правильно понимаю, что, допустим, если бы не было осознанной Казанки, то многие уже как-то достигнули определенного уровня дубли и скаливают на стороне команду 2-го дивизиона. Потому что это нужный шаг для молодых ребят. Кто возьмет на себя ответственность и скажет да. Он мне сам просто говорил, он бы хотел пойти. Вариха Возуга хотел. Ваня мне предлагал с ним вместе и все его поехать, и я отказался. А, я с Ромино там. Жалко, что вот Арарат в разных зонах. Слышишь, Арарат, Казанка. Да, Запад, а не Центр. Вот это был Дермию. Казанка, Арарат. Кто бы мог подумать, что в Москве эти 2 команды будут раздевать? Сычев выйдет против команды Исмарова. А почему, кстати, все на Западе? Можно в Центр. А мы посчитали, что в Москве эти команды на Западе больше. Как это лучше? Это причудая, причудая. Да это мы выбирали или как-то вот так за нас выбирали? Как правильно? Нам-то рекомендовали в МСА в Россию. А правильно ли говорили, что там проще, чем в Санкт-Петербурге? Это по раздану. В прошлом году в Западе в Дермию с Аркетербург очень сильные команды. А так, как вы, в Санкт-Петербурге. Я знаю, что там не плохой игрок. Ну, как правило, да. Но это зависит от ситуации. У нас там что-то вообще... Команды, которые первонаслышаны. Знамя труда, первый. Да, это Арик Алзуев, это известный клуб. Чертанов. Чертанов. Какой уровень вообще примерно? Ну, я думаю, что там повышая добра, точно. То есть, что там очень хорошая команда. Я знаю, что тут по-прежнему здесь. Вещеркингая будет очень пресс-реально, потому что там сейчас будет Чертанов. Это мой мужик. Тут же раньше был Чертанова до локомотива. И вот тебя оттуда выперли? Сам уже. Выперли. Выперли? Да. Да, выперли его. Ну, не сложилось, короче. Да. Расскажи нам, просто как опытный человек, что такое второй дивизион? Это очень хорошая школа жизни, которая дала мне очень много. И я благодарен судебежно, я оказался в второй лиге в том бое, когда в возрасте 16 лет и прошел эту школу. И потом оказался. Это то, что нужно, ребята? Это самое нужное, что нужно в детстве в их возрасте. Мужской футбол. Переход из юношеского мужского гния теряется очень много людей. Так, мы с Димой достаточно давно знакомы, были того, что мы в хоккей играли вместе. Вот. И... Не, в одной команде. В одной команде. В одной команде. Есть такая команда, которая всегда тренируется, она такая полуфутбольная, полухоккейная. И там достаточно персон. Но могу сказать, что футболиста там достаточно. Иногда Александр Мастапов приходит, иногда Роман Шевотов приходит. И вот Дмитрий Сычев. Но у него уникальная позиция на льду, я бы сказал. Как это? Полузащитник. Ну, потому что он здорово отрабатывает в обороне. Мерам, кстати, блестяще загружает атаки. И так как я... Где она осталась? Конечно. У него все это в таком порядке. А там, ну, они есть, конечно, но не до такой степени, как футболь. Сычева 9 на острие. Конечно. Как вообще форма Сычева? Многие говорят, что он видел в последние годы не худого занимался, а больше в качалку ходил. Вы знаете, визуально очень хороший форма. Здравствуйте. Начнем тренироваться, мы уже посмотрим. Когда-нибудь думал, что так фамилия тебе поможет стать бедущим миром? Ты знаешь, я не могу сказать, что я думал, что это как случится только Казань. И когда я комментировал либо Атварс, либо Рубин, ну, это само собрало все логично. Но то, что в Москве на Казанском вокзале когда-то на мероприятии футбольных нет. Володь, один вопрос простой. Тебе не обидно, как это было в троллее? Не почувствовал первый раз в зале снизу-казанскую походу фамилию? Нет, зачем же. Я вообще человек не заискиваю. А ты вообще думал когда-нибудь, что фамилия может вот так вот человеку помочь провести мероприятие? Маша командная, вообще я долго не был уверен, что это псевдония, честно говоря. А оказалось, что это его настоящая команда. Я распакинулся. Спасибо за клуб. Это типа свои парни, вот, с его двора, грубо говоря, да? И ты за этих переживачках, за друзей, за семью. Поэтому, да, я думаю, будет круто. Володь, а Кубок Федерации смотрел? Я даже его комментирую на рынке. Ну я знаю, я так даже вот на вопрос. Я не слушал, я был в Австралии, я слушал немецкий. Прекрасно. На коллегах. А что делал в Австралии? Ну, на сборах были. Ну, это шикарно. Лювен, вайся, в Евро. Ребятам уже советовал что-нибудь, успел? Нет, это что-то советовал. А думал о том, что нужно что-то советовать? Я думаю, я все буду показаться. Все. С возвращением.